Привет-привет, это канал с самыми актуальными новостями из мира высоких технологий. Исследователи установили, что Telegram превращается в единый центр для киберпреступников, заинтересованных в покупке, продаже и публикации похищенных данных, а также в поиске инструментов для незаконной деятельности. Мессенджар фактически становится альтернативой Даркнету. Источник FT.com специалисты группы киберразведки Сибиринт при поддержке Financial Times обнаружили растущую сеть хакеров, публикующих на платформе утечки данных и прочую информацию, иногда она появляется на каналах с десятками тысяч подписчиков. Киберпреступников привлекают простота использования платформы и деликатность ее модераторов. Во многих случаях публикуемый контент напоминает маркетплейсы в Даркнете. Телеграм был запущен в 2013 году. Мессенджар позволяет пользователям транслировать сообщения подписчикам через каналы, доступны публичные и закрытые группы, в которые легко вступить. Через приложение пользователи отправляют и скачивают объемные файлы с данными, включая текстовые и архивные форматы. По информации компании SensorTaur, аудитория сервиса составляет более 500 миллионов пользователей. В августе Телеграм преодолел отметку в 1 миллиард загрузок. Популярность платформы в среде киберпреступников может усилить давление на администрацию сервиса, чтобы она ввела более тщательную модерацию контента, компания планирует выйти на биржу и рассматривает варианты внедрения рекламы. Упоминаемость ключевых слов, связанных с кражей данных, выросла на платформе в 4 раза за последний год. Так, специалисты обнаружили канал «Комбалист» с более чем 47 тысяч подписчиков, где регулярно публиковались сотни тысяч логинов и пароли от различных сервисов, включая «Яндекс», «Гугл» и «Яху». Администрация Телеграм удалила канал по запросу Financial Times. Утечки данных по аккаунтам электронной почты – не единственная проблема Телеграм. На платформе также публикуются данные по кредитным картам и банковским счетам, копии паспортов и доступы к аккаунтам на сервисах вроде Netflix. Киберпреступники выкладывают вредоносные по инструкции по взлому. Ссылки на ресурсы в Телеграм активно публикуются на форумах в Даркнете, только в этом году их зафиксировано более 1 миллиона, хотя в прошлом году их было 172 035, по данным Сибиринт. Ранее специалисты VPN Mentor обнаружили на платформе данные, похищенные у Facebook, разработчика маркетинговых решений Click.org и сайта знакомств MeetMintFool. Был сделан вывод, что киберпреступники опубликовали информацию, поскольку не смогли ее продать. Одним из факторов популярности Телеграм является простота использования сервиса. Хакеры не пользуются WhatsApp, потому что этот мессенджер показывает в чатах номера телефонов пользователей, а сигнал традиционно используется теми, кто уже знает друг друга. Модерация в Телеграм, отмечают специалисты, намного мягче, чем в Facebook и Twitter, это также привлекает группы ненависти и сторонников теории заговора. Однако в январе администрация мессенджера была вынуждена заблокировать несколько экстремистских групп, чтобы избежать обвинений в причастности к штурму американского Капитолия. В ответ на обвинение Телеграм заявляет, что у сервиса есть политика удаления личных данных, переданных без согласия, а модераторы ежедневно блокируют более 10 тысяч публичных сообществ по жалобам пользователей.